Вот я ставила сюда, я закрывала, но у меня просто, я когда открыла, я не ожидала, у меня почти половина длины имплантата была в костном ткани, неожиданно было для меня, поэтому я поставила костный материал, а трансплантатом перекрыла, без мембраны. То есть, предваряя вопрос, в этой ситуации мембрану ставить бесполезно, тогда вы ставите или мембрану, или трансплантат через какой-то, значит, вы ставите мембрану, ушиваетесь и через какое-то время, через 6-7 месяцев ставите трансплантат. То есть, опять, видите, мы все время в переимплантитах, в чем такая особенность, в каждый случай клинический у них хален, и разработать настолько стандартную схему очень сложно, но вот это то, что предложили в этом году итальянцы, в прошлом, уже в прошлом, уже почти год проходил, что так быстро все улетит. Вот, они предложили новую концепцию для лечения периплантитов дистрофических номинар, для устранения рецессии в области имплантата. Всем знакомая клиническая ситуация. Приходит пациент, открывает рот, у него, например, боковой резец на верхней челюсти, рецессии нет, будьте здоровы, не придет. Просвечивает сквозь тоненькую десну резьба абатмент или резьба имплантата, если низкая была установка после шахты, низкая была так, как положено. Вы выполняете такое расщепленное туннелирование. Делается это, наверное, ну, только одним инструментом, обоюдоострым скальпелем. В Юфриде, по-моему, больше никакие у нас в стране не продаются, насколько я знаю, только они продают у нас. Он заводится строго параллельно оси. И очень медленными движениями, аккуратно продвигаясь, создает карман, расщепляется. Опять же, вы помните, что трансплантат, который вы будете сюда устанавливать, его площадь должна быть в два раза больше, чем поверхность имплантата обнаженного, на котором он будет установлен. То есть принимающая ложа в качестве имплантата должна быть в два раза меньше, чем площадь трансплантата вашего. Соответственно, расщепление, вот это туннелирование, оно должно быть на тот объем, на который вы сможете не только аккуратно завести трансплантат, но еще и подшить его швами на вожах, таким же образом, как вы шьете в туннеле. Делается вкол, вкол в трансплантат, вкол в трансплантат петля, заводится, выкалывается. То же самое делается с другой стороны. Аккуратно, вместе с ассистентом, вы подтягиваете его, устанавливаете, завязываете с одной и с другой стороны. И в обязательном порядке крестообразно прижимающее шло, чтобы избежать мертвых пространств, и чтобы вот эти зоны были максимально от трансплантата прижаты к принимающему расщепленному ложу. Почему здесь нельзя сделать полнослойную лоску? Вот если вот эта часть будет у вас полнослойной, скорее всего, потому что вы не сможете, если здесь такое истончение, что у вас просвечивает имплантат, естественно, не надо пытаться это разрезать, вы просто прорежете это насквозь. Самое главное, это расщепиться вот в этой зоне, чтобы создать условия для приживления трансплантата в области имплантата. Ну а у вас внизу будет эпитализированный трансплантат, его обнажение там на какие-то полтора миллиметра, это не настолько криминально, главное, чтобы вот здесь образовались коллатерали и анастомозы. Возможно, что это будет не очень красиво, но это будет зато качественно потом увеличит объем десны в области истонченного имплантата. У пациентки хронический генерализованный парадонтит тяжелой степени тяжести, и вот во все условия ей был установлен одиночный имплантат в области 22-го зуба с одномоментным удалением, это циркониевый абатмент и циркониевая, по-моему, какая-то, в общем, безметалловая конструкция на этом циркониевом абатменте. А вот здесь коронарно сместиться никак, да, нельзя? Вот, сейчас покажу. Подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Вот выкроен клостук. Спасибо. Трансплантат – это из бугра. Депитализация, его установка. Вот установленный трансплантат. Фиксация слизственно-кастичного лоскута. Такой же порядок, да, после фиксации сосочков мы фиксируем опекальную самую часть вертикального разреза. Ушиваем вертикальные разрезы. Это снятие швов. Был. Мы уже, наверное, сняли. Не, был, конечно. Просто мы не все этапы, иногда бывает, это вот, как бы, идет само по себе. Не, это 14 дней. А коронку, в общем, произошла такая ситуация, коронку ортопед мне не смог снять. Они меня не поняли вовсем правильно, они не сделали этого. И я ее просто бором отрезала, как мне нужно было. А коронка клиническая была, наверное, миллиметра на 4 выше, чем клык и центральный резец. Вот она, смотрите, видите, видите, что это бором сделано. У меня не было другого выхода, я не могла натягивать, собственно, косичный лоскут на безметалловую керамику, поэтому она была... Это снятие швов, и дальше, где-то, по-моему, это чего-то, это уже через 2 недели, еще после снятия швов, то есть месяц после операции, это... Вот это полтора месяца после операции, это будет... Ну, у нее на самом деле очень хорошо, у нее все лучше и лучше там становится, все это восстанавливается. Ну, и теперь это второй резец боковой, он похож на свой второй боковой резец, а не на клык по высоте, да. Мы добились результата, собственно, но единственное, я могу сказать, у нее дегестенции в области витков имплантатов не было. У нее... Это вот тот случай, когда при хроническом продонтите был установлен имплантат, и высокая шахта плюс истончение, да, предварительно вот это воспалительное деструктивное, оно дало вот такую рецессию. Но я думаю, что доктор, который ставил вот этот имплантат, он думал об этом, иначе зачем бы они делали циркониевые аббатменты? Чтобы они просвечивались сквозь. Конечно. То есть он понимал, что может произойти. Потому что у нее все остальные имплантаты с обычными аббатментами, с металлит... Ну вот, какими? Титановыми они должны быть, да. Вот именно этот зуб был... У него был установлен циркониевый аббатмент с самого начала. Рецессия у нее развилась через 6 месяцев после установки коронки. Ну, собственно, вот с этим клиническим... Просто у нас есть остальные клинические ситуации, но они приготовлены, конечно, для переимплантитов, потому что это их тема. Теперь про сосочки. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике. Стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое крещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.